не так давно в россии в продаже появилась пряжа дебютной коллекции от компании нет про это пряжа symphony пряжа окрашена вручную и у меня вот такие моточки остались после обзора этой пряжи подробно можно посмотреть обзор внизу по ссылке образцы вы уже видели из этой пряжи но совсем другое дело смотреть пряжу в изделии и поскольку у меня всего по одному моточку было это пряжи я решила снять небольшие мастер-классы и показать в небольших изделиях как будет смотреться собственно это здесь я просто напомню что пряжа вела это около 60 оттенков разнообразных оттенков на любой вкус пряжа флора еще раз говорю что это натуральные красители соответственно количество оттенков уже чуть меньше но и ту и другую пряжа можно объединить в одно изделие как я сейчас и планирую сделать давайте посмотрим что еще пригодится а точнее понадобится для вязания бактуса это конечно же спицы 375 основной рекомендованный номер вот такие у меня зим были основные это спицы на леске 60 если у вас есть вариант такого же номера но коротких спиц они вам могут пригодиться для вязания в начале и в конце бактуса просто потому что количество петель там небольшое и и это удобнее крючок для того чтобы спрятать хвостики ножницы для того чтобы вовремя отрезать ниточку ну и тут конечно же я похвастаюсь маркер у меня были в работе другие но совсем недавно я получила вот такие марки ручки от лантер мун ну то есть два маркера любых или вот таких прекрасных овечек вот у меня еще есть рулеточка и конечно же вы заметили вот эту вот красотку подставку под спицы но рулетка не обязательно потому что размеры я вам сейчас скажу просто хочу опять таки похвастаться мы сейчас измерим бактус и вы будете знать примерно размеры какие у вас могут быть свои размеры но все зависит конечно от плотности вязания но основные я вам скажу это не плечевое изделие попадать ровно сантиметр сантиметр здесь нет необходимости давайте немного про размеры то есть у нас вот эта центральная часть получилось 58 сантиметров а вот это 160 основной принцип вязания бактусу от одного угла к другому внутри с левого края мы будем сначала выполнять прибавки нарисую плюсиками в одном и том же месте до тех пор пока не закончится основная нить первого цвета если вы вяжете однотонную то ориентируйтесь на количество рядов которые я чуть дальше скажем а для тех у кого как и у меня двухцветная будет то есть вяжете до тех пор пока у вас хватает одного мотка далее мы вяжем то же самое полотно в тех же самых местах выполняя убавки нарисую минусиками в общем то вся схема вязания центральную часть мы будем вписывать в узор для вязания вот этой части там где прибавки используйте схему а а для вязания второй половины используйте схему б вязание я начну с пряжи флора соответственно первая половина бактуса с прибавками у меня будет связано из этой пряжи вторую половину начну вязать из пряжи viva небольшой отрезок оставляем можно даже чуть чуть поменьше поскольку набрать нам нужно всего 5 петель обычным способом 1 2 3 4 5 вязание поворачиваю кромочную снимаем не провязывая нить за работой 1 2 2 лицевые накид лицевая лицевая на спице 6 петель поворачиваем вязание второй ряд лицевые петли кромочную также снимаем не провязывая лицевая накид провязываю как лицевую скрещенную за заднюю стенку чтобы не было дырочки все остальные петли тоже лицевые третий ряд в работе кромочная 3 лицевые 1 2 3 накид лицевая кромочную лицевые провязываю 2 4 7 петель поворачиваем провязываем лицевыми все петли а накид лицевой скрещены пятый ряд в работе лицевой кромочная 4 лицевые 1 2 3 4 накид вот на этом этапе пока нет смысла разделять на планки боковые поскольку у нас все вязание платочная да и кроме и кромки платка и серединка получается провязываются лицевыми петлями 7 ряд то есть накид у нас получается за 2 петли до конца ряда 8 и в девятом ряду мы начинаем выполнять узор и здесь уже можно добавить маркер кромочная 2 лицевые это правая планка маркер я делаю накид снимаю 2 вместе не провязывая петли следующую петлю вяжу лицевой и набрасываю 2 снятые накид 1 лицевая петля накид вот здесь мы тоже добавим маркер для выделения левой планки правая левая изменения будут уже в девятом ряду в десятом точнее планки мы будем провязывать лицевыми накид все также мы будем провязывать лицевой скрещенной и по сути у нас получается вот эти три петли которые будут всегда образовывать планку а середину узора в каждом четном ряду мы будем провязывать изнаночными петлями маркер переснимая планка из трех петель провязанных лицевыми 11 ряд узора планку вяжем лицевыми переснимаем маркер там где были накиды над этим не накидами в следующем лицевом ряду у нас будут просто провязаны 3 лицевые петли далее мы делаем накид 2 вместе петлю планки мы уже включаем в узор опять перед маркером делаем накид переснимаем маркер вяжем планку накид 1 после маркера в четном ряду у нас провязывается как лицевая скрещенная поскольку это прибавка все остальные петли вяжем изнаночными тринадцатый ряд схемы накид 2 вместе снять провязать и накинуть то или одна двойная протяжка еще этот прием называется дальше 3 петли лицевые накид не 2 лицевые после маркера вот уже начинает вырисовываться наш узор пятнадцатый ряд схем наша планка правая маркер над накидами мы провязываем 3 лицевые петли делаем накид 2 вместе не провязывая провязать одну лицевую и набросить накид и вот здесь у нас получается одна добавленная петля и и мы просто включаем узор пока лицевой петлю провязывая провязали перед маркером опять делаем накид прибавку и вот эти ряды схемы с 11 по 15 мы будем повторять с точки зрения нашего прироста с левого края то есть вот эти боковые петли повторяйте до тех пор пока не закончится ваш первый клубок 16 ряд все тоже самое лицевые маркер переснять накид провязываем как лицевую скрещенную остальные петли изнаночными до маркера переснимаем маркер и петли планки провязываем лицевыми уже видно как наш треугольник начинает прирастать и как начинает постепенно вписываться узор наш бактус кромочные петли образуют узелковый кромочный край первую петлю в начале ряда первую кромочную снимаем не провязывая нить за работой далее вяжем по узору в конце ряда кромочную провязываем лицевую петлю то есть последняя петля кромочная провязывается лицевой правая планка вяжется без изменений на протяжении всего бактуса от начала до конца это всегда три петли платочной вязки маркер переснять и продолжать вязание по основной схеме узора в четном ряду переснимаем маркер и провязываем все три петли планки правой планки как три лицевые петли получается в итоге планка из платочную левая планка полотна сначала будет нам давать расширение за счет прибавок а потом мы будем выполнять убавление вдоль левой планки все также это будут петли платочной вязки с небольшим изменением маркер мы оставляем за две петли до конца ряда и выполняем прибавку набрасывая накид на правую спицу переснимаем маркер далее петли провязываем лицевыми вязание повернуть первую кромочную снимаем не провязывая следующая петля платочная она же лицевая маркер переснимаем и первый накид то есть прибавку мы провязываем как лицевую скрещен вот они получаются 3 петли платочной вязки это левая планка и это прибавки у меня закончился один моток и высоту если посчитать под вот этим рядам планки у меня получилось 228 рядов и заканчиваю можно было бы еще провязать рядок но я не стала рисковать и вот эту нить флора я убираю и ввожу в работу нить viva и здесь у нас будут уже изменения то есть первая половина бактуса провязана все остальное будет вязаться симметрично вдоль левого края мы будем выполнять убавки сейчас покажу как смотрите мне нужно не довязывая две петли до маркера выполнить выполнить убавку у меня соответственно одна петля остается я ее просто провяжу лицевой и так мы будем вот эти петли которые не входят в раппорт узора просто провязывать лицевыми а за две петли до маркера мы будем выполнять убавку с наклоном вправо провязывая две петли вместе лицевой за передние стенки переснимаем маркер вяжем 2 лицевые петли и поскольку это планка мы эти две петли провяжем лицевой получится точно также три петли платочной вязки в левой планке но уже с убавками следующие петли я вяжу по узору изнаночными до следующего маркер маркера до следующей планки 2 убавка я решила вам тоже показать смотрите здесь остается две петли до маркера и три петли они как раз петли раппорта мы же одну сократили который получается здесь мы провязываем их просто лицевой и перед маркером 2 вместе лицевой с наклоном вправо все та же самая убавка переснимаем маркер и вяжем петли планки вот это место уже будет потихонечку формироваться в угол нашего бактуса давайте посмотрим как поступить когда нужно сохранить ажурный узор но при этом выполнить убавку вот я провязала накид 3 вместе накид и сейчас у меня по схеме узора должны быть три подряд лицевые петли 1 2 а третью петлю я провязываю как 2 вместе с наклоном вправо вот они 3 петли дальше у меня шел бы накид вот он накид идет то есть я компенсировала вот эту убавку накидом количество петель у меня здесь не изменилось но при этом 3 петли накид точно так же как у меня в схеме узора бы шло и две петли свободные у нас остались две петли планки которые мы провязываем когда вместе как убавку я надеюсь что я не запутала можно конечно было все эти петли провязывать до конца оставшиеся лицевыми но тогда мы бы потеряли вот эту воздушность в узоре мне хотелось ее сохранить поэтому я вам этот вариант убавки тоже показала 3 петли провязаны пола точной вязкой и это уже накид который относится к основному полотну я его провязываю изнаночной выполняйте убавки в каждом лицевом ряду до тех пор пока на спицах не останется 9 петель и на этом вы прекращаете вязание вашего основного узора и переходите к вязанию просто кончика бактуса платочной вязкой чтобы у нас вот эти концы смотрели симметрично переходите на платочную вязку но при этом продолжаете тут точно также выполнять с левого края убавки я довязала до 9 петель на спице и теперь уже вот этот маркер можно снять потому что дальше у нас будет просто платочное вязание то есть планки у нас здесь отличаться не будут соответственно эти петли тоже провязываю лицевыми а вот маркер с левой планки можно оставить потому что именно перед ним и все также будем продолжать выполнять убавление до тех пор пока на спицах не останется 5 петель первоначальные которые мы с вами набирали сейчас в работе изнаночный четный ряд я его провязываю лицевыми полностью приснимаем маркер здесь в общем то все очень просто хочу сказать что вязать вторую часть гораздо приятнее потому что работа с каждым разом становится все меньше и меньше я выполнила все убавления у меня на спице 5 петель маркер у меня здесь остался и давайте сравним вот здесь если мы посмотрим с лицевой стороны у нас получается 1 2 3 4 8 рядов платочной вязки и здесь 1 2 3 4 8 рядов и в принципе уже в этом лицевом ряду мы можем закрыть наши петли обычным способом вот такая кривой к получается до того как мы проведем вот и он давайте посмотрим что осталось пряжи viva осталось чуть больше чем пряжи флора в общем то это неплохо то есть вы спокойно можете довязывать то есть процентное соотношение может быть немножко другим но поскольку мы здесь точно знаем где нам нужно остановиться вот эту мы можем до конца первую пряжу практически израсходовать ну а здесь уже как пойдет не забывайте выполнять убавки в каждом лицевом ряду и если вы их вписываете в узор делая накиды так как я вам показывала обязательно следите за количеством петель чтобы у вас не получилось никаких лишних рядов то есть обязательно в каждом лицевом ряду должна быть убавка ну что отправляемся в стирку 10 июля в общем факты следом сам этого особенно жутко и особенно звереволослой шерсти у нас вот так вот озеро все очень взглянулось а